ДОТА ПИТ ЛИГ 3 Тим Эмпайр против Вега Сквадрон Сразу давайте перейдем к банам и пикам Позже поговорим о самой ситуации в турнире Да и вообще о том, что же это за турнир и что нас ожидает Со стороны команды Эмпайр Чен, Висп, Дазл и Скайрос Маг у нас уже в бане Со стороны команды Вега Сквадрон СФ, Шейкер, Сторм и Войт Сквадрон решили избавиться, как я понимаю, от ненавистных для них персонажей Таких как Шторм и таких как СФ Мид, я так понимаю, хотят обезопасить для снайпера Но это их дело в принципе Со стороны Эмпайр Тролль у нас может пойти в легкую А может пойти, в общем-то, и в мид Посмотрим, либо это тролль для Резолюшена, либо тролль для Сайлента Вопрос пока что остается открытым Потому что явно выраженного мидера не присутствует в команде Будем ждать, посмотрим, еще два персонажа можно пикнуть Туск появляется третьим для Эмпайр И Вич Доктор отходит для Вега Сквадрон Инвокер для Эмпайр Все, вопрос, я думаю, с мидлейном закрыт Это, скорее всего, инвокер для Резолюшена И тролль у нас будет за Сайлентом Четвертый пик для Вега Сквадрон На данный момент им остается 20 секунд основного времени Ну и минутка с лишним осталась Для дополнительных размышлений По лайнам, в общем-то, Снайпер Скорее всего, отправится у нас в мид От Вега Сквадрон Акс, я думаю, должен занять сложную линию В принципе, если был бы Даззл Но Даззл ушел у нас третьим баном Понятное дело, что после того, как команда Эмпайр увидела в пике Акса Весьма разумно было бы Даззла забанить Ну и, разумеется, сразу же, я думаю, да, сразу же поняли Кто неприятен, кого не хочется видеть рядом с Аксом Ну, это известная комбинация Идет Акс на сложную И Аксу ничего там не сделаешь под Под Саппортингом Даззла Во-первых, это отхил Во-вторых, это грейв И пока ты будешь пробивать Акса через грейв Акс минимум двоих может убить Собственно, это абсолютно элементарная математика Она используется и в пабах, и в профессиональных матчах Ну, схема рабочая Почему бы ее не использовать? Ну, как видим, команда Эмпайр не собирается играть против данной схемы Вот и отправили у нас в баню Даззла Ну что, четвертый пик 16 секунд дополнительного времени от Вега Сквадрон Скорее всего, разбираются, кто будет в мейнкере Виндрэнджер появляется от Вега Сквадрон И я думаю, честно говоря, что ВР-ка у нас отправится в сложную А Акс пойдет фармить легкую при саппортинге Вичдоктора И, возможно, кто-то еще появится Кто-то со станом Либо можно пятым персонажем, я думаю, под эту комбинацию Брать кого-то лесного Например, Энигму У Эмпайр есть время на то, чтобы забанить того самого саппорта Они забанили Леона Я думаю, Вега Сквадрон собирается Было бы, по-моему, было бы разумно по данной комбинации Взять Энигму, отправить в лес Ну и позже, в общем-то, фул комбинацию собирать Ну, посмотрим Для сложной у Эмпайр пока что ничего не имеется Насколько я понимаю, Туск, я думаю, будет лайн с саппортом Ну и Вега Сквадрон тоже решили Что именно для сложной остался У Эмпирии пик Решили забанить Магнуса Брист у нас сегодня не в бане Даже как-то удивительно Без Бриста в бане Не совсем понятно вообще, что происходит Бэтрайдер, опять же, не в бане Можно брать, я думаю, и его Ну, в идеале, я, конечно, думаю Бэт, в принципе, по этой комбинации мог бы подходить Туску удобно с бетом подлетать И в любом случае, врыв будет от бета И врыв будет через Сноубол Все это вполне понятно Ну, Бэтрайдер пока не в бане, ждем Лена появляется И вот теперь небольшие вопросы по расстановке лайнов Кто куда отправится и как решит команда Честно говоря, гадать я бы не решился Ну и поэтому свои гадания заканчиваю Явно выраженных персонажей не наблюдаю Инвок, ну, думаю, что Инвок отправится у нас в мид Хотя, тоже это не обязательно совершенно Последний персонаж для Вега Сквадрон Я думаю, тут будет саппорт Потому что ВР ко мне почему-то видится в сложной Соло стоящий Кто будет на саппортинге у Акса Кто будет помогать Вич Доктору 10 секунд Слардар Никаких вариантов из мной придуманных не осуществилось Ну хорошо, пожалуйста Так, замена Иван играет на Аксе Ноуан играет на Снайпере Сема the Slayer играет у нас на Вич Докторе Арзик играет на Виндрэнджер И Трон будет отыгрывать на Слардаре Со стороны Team Empire На линии отыгрывает Йоку И Лена у нас отправляется в сложную Ну, сложную потому что соло А по факту отправляется на легкий топ-лайн Лена, я так понимаю, будет стоять в соло И, скорее всего, Сайлант Вместе с Алуха Дэнсом И Always Wanna Fly У нас отправляется вниз На нижнюю На нижний лайн Ну и на мид В общем-то, Резолюшн Все очень Просто Для команды Empire Хотя, вот, понятно Что с вап-лайнами с Леной Я думаю, немного удивит команду Вега Сквадрон Ну, с другой стороны Они могли и прочитать данную комбинацию Тут Опять же, дело выбора Ну что, давайте перенесемся Непосредственно В катку Крипы имеются Крипов будем смотреть На Этворс будем проверять В общем-то Во-первых ГЛХФ игрокам А во-вторых И вам Хорошего просмотра Интересных Эмоций Ну и вообще Всего-всего-всего Что вы ждете От Доты И все Чего я могу Что я могу предоставить Своим стримам Нашим зрителям Пока нас не так много Но Опять же Опять же Опять же Дело тут вовсе не в количестве Я думаю А в качестве Того, что будет происходить На ваших экранах Ну все Руны разобрали Пока что обошлись без драки Давайте И раз мы качественно улучшаем Наши стримы Давайте качественно улучшим Внешний вид Тим Эмпайр Предложили нам Вот такой вот Интерфейс Ну В принципе Я больше к этому Склоняюсь Приятные Симпатичные Интересные цвета Цвета вообще Не Как же это слово Нехарактерные Да Цвета не характерные Для Доты Фиолетовые Ну что у нас Здесь Почему-то оказался Арзик Я так понимаю Он собирался разобраться С Курьером А по факту Просто погиб Ну Это его дело В принципе Команда Эмпайр Ну я так понимаю Провожал Курьера Или не ушел с лайна В любом случае Забрали у нас Арзика очень быстро Соло разобрал его В соло Точнее Даблой Разобрали его Always One a Fly И разобрали его Туск На котором играет Алоха Дэнс В соло Разумеется У нас был Арзик Арзик действительно ошибся И непонятно было Будет ли откуда Здесь вообще Возможен выход И на первом левеле Выйти на Мидлейн Это конечно Нагло И неинтересно Со стороны команды Эмпайр В любом случае Первый фраг у нас Уже состоялся Продолжаем наблюдать За игрой По лайнам Пока что у нас Сайлент фармит Здесь На тролле Always One a Fly И Алоха Дэнс Вернулись Так у нас В это время Акс разбирает лину Вот вам и начало Для Йоку Давайте посмотрим Обычная погоня Обычный Контер Хеликс Все Лина у нас Разобрана Еще раз И Йоку Возвращается на Лайн Уже с одной Смертью Здесь Фармящая Трипла В которой Сайлент Главный керри Ну и Always One a Fly И Алоха Дэнс У нас На подсейве Со стороны Команды Эмпайр На миде У нас Резолюшн Резолюшн Пока что Вкачал уже На два квас Ну я думаю Тут экзортом В принципе Не будет пахнуть Все таки Резолюшн Парень опытный Ну и Как на инвокере Играть Должен знать Лина Отправляется В лес Йоку Выдавили Слайна Сделал это Естественно Иван На аксе Это первый фраг Был для команды Эмпайр Резолюшн Тем временем Настреливает По Ноу Вану У Ноу Вана Четвертый левел У Резолюшна Четвертого Пока что Не имеется Ну по крипам Видим что Резолюшн Впереди 9-3 У него счет И всего лишь 5-1 У нас У Ноу Вана На миде Опять же он играет На снайпере Так ну что У нас драка Арзика здесь Еще раз зацепили Лед в спину Троль Настреливает Спокойно Ну развалили Быстро Арзика 2-1 Эмпайр Впереди Сему здесь Собственный крип Зажал Можно было бы Этим воспользоваться Но опять же Вижена там нет Поэтому Просто отходит Сема Под свой тавер 2-1 По итогу этого файта 300 По золоту Заработала Команда Империя Я думаю Графики В принципе Можно Глянуть По экспириенсу 100 И по Нетворцу Чуть больше Тысячи Впереди Империя Так Одну секундочку Небольшие Изменения Все В принципе Можем возвращаться У нас Врыв На Трона Трон По двоим Топнул Алоха Денс На лоу ХП Но Алоха Денс Перед смертью Трона Забирает Хотя Алоха Денс Может и не умереть Алоха Денс 8 ХП И вовремя Юзает Смог По моему Один удар От какого-то Крипа Ранжевого Летел ему В спину И Естественно Забрали бы Его 8 ХП Это нормально Арзик Еще раз Умирает Это Третья смерть Для ВР 332 Сема 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 Скорее всего Изолюшен У нас Завардил Начнет Где Сайлент Сквадрон Заработали денег По общей сложности Давайте посмотрим Сколько Ну я думаю По 500 500 на команду Разделили Это точно Лина у нас Отправляется на топ У Йоку есть Бутылка У Йоку есть ПТ Йоку собирается Насколько я понимаю Ну мне кажется Что здесь будет Йоул В общем то Нормальный Итем билд Для Лины Подняла ветра Под ноги Стан Дальше Драгонслейв Дальше Лагуна Ну и с руки Там В уходящего Парня В сторону заката Пару плюшек В общем то Классическая схема Лина действует По принципу Я думаю По принципу СФ СФ мы чаще Видим в пике Но СФ Точно так же Поступает Йоулом Зацепил Поднял Блинканулся Под ноги Ультанул Ну а дальше Уже с руки В умирающего Лебедя Два удара Собственно Все обычно Так подняли У нас с ветра Здесь мидера Команды Вега Сквадрон Летит в него Сноубол Просто раздавили Снайпера Ничего не сделал Никого не надамажил Но здесь скорее всего Разменяют Аллахаденса Квеллингбейт В принципе готов Квеллингбейт По голове У Ивана уже Доминейтинг Четыре безответных Фрага он сделал Совсем недавно Алвесу на флай Здесь будут ловить И я думаю Акс уже бежит Приготовил топор Ну Аксу конечно Не догнать Сайлент у нас Решил застопить трона Иван на себя агрит Трон у нас разваливается Ну что Два в один Пока что подрались Погоня За командой Вега Сквадрон Они разворачиваются назад Драться не хотят Я бы тоже не хотел Здесь бежит Сайлент У него есть фазы У него есть аквила С руки Сайлент При милишной атаке Бьет более 120 Наверное уже Так Ноуан Здесь тоже дерется Ну в любом случае Геймслейер я думаю Должен погибать Да Геймслейер у нас погибает Сноубол прячется Сайлент Это просто охренеть Какой мув Сайлент Спрятался в сноуборд Алоха Дэнс За ивейдили ульту Ноуана Так уже Квилин Блейд Я думаю был Наготовен На ЛОХП у нас Уходится отсюда Арзик Драка продолжается Сайлент Никуда не отправляется Все готовы сражаться Алоха Дэнс Здесь Поднимают Ветра у нас Снайпера Ну Снайпер переплыл Полетел сноубол Еще один удар И снайпер отсюда Не уходит Каски полетели По Сайленту Сайлент готов драться У Сайлента еще два удара И Сайлент забирает У нас еще один фраг Ну Йоку конечно Забирает фраг Но Сайлент Разумеется Дело Разумеется Все это дело Контролировал И я от него Напрямую зависел Будет ли погоня За командой Вега Сквадрон Или нет 8-12 Тысяча По золоту И по опыту Тоже порядка Тысячи 7 с половиной На десятой минуте Впереди Команда Империя Вега Сквадрон Просто-напросто Сыпется И трещит по швам Но я думаю Дело конечно Не в лайна Дело не в том Как Напикали Игроки команды Вега Сквадрон А дело В руках И в реализации Тут не поспоришь Империя просто На классе переигрывает Она немного лучше дерется Она Делает мувы Которые в общем-то Не ожидаю я От них Хотя я Империи смотрел Достаточно много За последнюю неделю Так точно Комбинации Можно было и подучить Так У нас поймали Always Wanna Fly Будет ли Лена Врываться сразу же В спину Лагуна Блейд Но здесь Деслеер выживает Ну и Always Wanna Fly Должен свапаться Но нечем свапаться Потому что Это всего лишь Пятый левел Always Wanna Fly Еще у нас Скорее всего Уходит Урны нет Да Но есть у Акса Агракс по голове Один раз Удар Винге Винга у нас Рассыпается Ну можно забирать Теперь Акса Акс здесь разваливается Стоило ли менять себя На Вингу Думаю нет Не стоило После Торнадо Падает вниз у нас Еще и Вич Доктор Разваливается ВД Разваливается у нас Винд Рейнджер Пошла погоня за Ноуаном Что у Резолюшена Ну не скоро у Резолюшена Торнадо Я думаю Резолюшен По такой игре Скоро у нас пойдет В рефреш Лишним точно не будет Доминейтинг от Резолюшена По всей карте Не сносят практически Таура Мид стоит Мид стоит практически нетронутый Просто под Т2 Разносят команду Вега Сквадрон 9-16 Я думаю Вега Сквадрон Понимали На что подписывались И что за команда Их Встретит И опять же С каким напором Единственное С каким напором Эмпайр Начнет этот матч То что они по Вопросам фарма По вопросам Какого-то Вопросам экономики Не будут уступать Вега Сквадрон Тут конечно Этот вопрос Не обсуждался Но То что Империя начнет Настолько агрессивную игру Ну моментально Развалили у нас ВР-ку 9-17 Чет В кого полетел удар От снайпера Без разницы Вообще Потому что практически Все фуловы Единственный Туск Пострадал Ну понятное дело При таком Количестве файтов У Туска Зарядов в банке Просто немерено Империя выходит На мидлейн Никто его дефать Не будет Потому что Это действительно Сродни самоубийству Может успеем По вещам Быстро пробежаться У Инвокера Уже имеется 2 облимент Става И практически готов Рецепт на Оркит У Туска 45 на руках Значит что-то летит Я думаю Барабаны Должны лететь Так 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 Кто мне все время Меняет Блэйдсов Атак У нас летят Для Алоха Дэнс Это значит Фазы готовы Подлетает у нас Воздух Снайпер Точнее Вич Доктор Ставится Неплохой Дезвард По одному Забрали Туска Забрали у нас Алоха Дэнса Лина здесь тоже погибает И Йоку После мега киллстрика Его сразу же отдает У Йоку Все равно появляется Блинк Даггер По золоту Он не просел Но Золото своим оппонентам Подарил 2700 за 1 файт Вега Складрон Действительно Хорошо зарабатывают На таких жирных ребятах Как Эмпайр Тут понятное дело Перефарм Мы видим Сразу 3 первых места За Тим Эмпайр Соответственно Каждая смерть Каждого из персонажей Первой тройки А Йоку у нас был На первом месте По фарму Сейчас конечно Его Сайлент обгонит Но понимаете До смерти у Йоку Все было гораздо лучше Не гораздо Но лучше Чем у Сайлента Так вот За Йоку заработали Я думаю Капусты Весьма и весьма Убегает у нас Арзик Под Вендраном Вендран скоро Закончится А вот Торнадо Достаточно далеко летит Ну что У нас сказки пошли От Алоха Дэнса Но здесь На Алоха У нас Арзик Арзик побегибает Выходит Сайлент Сайлент цепляет Моментально Вич Доктора Развалили Также Снайпера Ну и ВД у нас Рассыпалась Самой первой Прилетает уже Резолюшн Да Резолюшн Уже Оркит прилетел Все Оркит поймал у нас Иван Полетел Сноубол в Ивана Иван отправляется В деревню Сложно Сложно-сложно Ивану Империя Невероятно Мощно Отыгрывает Данный участок Игры 15 минут Позади Империя делает 22 фрага Да Они в 13 раз Погибли Ну понятно Дело Не погибает Только тот Кто не играет В доту Понятно Что не могла Империя драться Под ноль Ну то что Доминация В файтах Присутствует И чувствуется Я думаю Мы все это С вами Сможем увидеть На графиках Ну очевидно 10 тысяч По золоту 7 с половиной По экспириенсу 15 минута 10 тысяч По золоту Империя начинает Доминацию Ну Снайперы у нас Не подцепили Резолюшн После оркида 1000 Имеет Давайте по артефактам Пробежимся У троля Имеется Сэнджин Яшу У Алоха Дэнс Есть фазы 900 сверху Это все после урны Баттл Транс Но это На Эншентах Увидели у нас Резолюшн Откуда Вижн Вижн Здесь от Сентрика Резолюшн Понял Что что то не так Надо отсюда уходить Опять же Скилловые игроки Прокликали Поняли Что там не гем Можно зайти с другого фланга Резолюшн под Герст Волком Может зайти В спину команде Вега Сквадрон Им нельзя собираться вместе Потому что они просто Взлетают в воздух А дальше под ЕМП Падают Или еще под какую-нибудь ерунду Так Герст Волк Пока что ЕМП У Резолюшна не имеется Но Герст Волк Еще будет работать И работать Можно вкастовать Что то поинтереснее Чем Инвиз Резолюшн я думаю Готов драться Так у нас Подсветил снайпер Врывается Сайлен Сайлен Без МП Но у Сайлен Это есть Аегис Он может драться Резолюшн Под ним Цепляет у нас Ноуана Опять же Резолюшн его стопит Пару ударов Ноуана Ноуан должен умирать Еще один удар От Резолюшна Да Это Unstoppable Для мидера Команда Импайр 13-25 Команда Импайр Поднимается на хайграунд Разваливают Зе Слейра Это Good game Well played 17 минут Понадобилось Империи Чтобы Развалить Команду Вега Очень быстро Очень стремительно Не напрягаясь Спокойно Просто играли Свою игру Поздравляем Империю С первой победой В данном противостоянии Нас ждет Следующий матч Пока что Не переключайтесь Для всех Кто не понял Это Dota Pit Это Dota Pit Студия игрокам ТВ И у микрофона Друг Начинаем Сегодняшний вечер Который И будет состоять Между матчами Vega Empire Впереди ждет Еще одна катка Не переключаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok